Исак Интересно, что отец этим занялся? Почему он, а не сам Исаак? Ну, в общем, давайте вникнем в эту историю. Итак, Бытие 24 глава. Абрам был уже стар в летах преклонных. Господь благословил Абрама всем. И сказал Абрам рабу своему старшему в доме его управляющему, всем, что было у него, положи руку твою под стегно мое, и клянись мне Господом Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену, сыну моему Исааку. Значит, здесь говорится о том, что Абрам был уже стар в летах преклонных. А сколько же ему было? Кто из вас приметно и как думает? Сто, сто двадцать. В сто лет родился Исаак. Ровно в сто. Сто сорок лет. Да, так как 25 глава, 20 текст, говорят, что Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жену реверку, значит, 24 глава пишется, когда Абраму сто сорок лет. С математикой плохо. Это молодец, он живет долгожитель, правда? Да. А кто из вас еще знает, сколько вообще проживет Абрам? Сто семьдесят пять. Да. Абрам будет жить еще тридцать с лишним лет. И вот этот случай, когда Абрам думает, вот родился у меня сын обетования, но у него нет жены. Вы знаете, что когда время приходит, наши дети не спрашивают, какую жену им взять или мужа. Правда? Но почему-то Исаак ждет и не берет без воли отца себе жену. Значит, хочу сказать, что это история о хорошем сыновнем послушании. О том, что он был воспитан в традициях, где родители многие вещи помогали и решали. И хотя в следующем уже поколении Исаав, вот когда уже у Исаака родится Исаав, Иаков, Исаав будет брать жен себе, как захочет. А Иаков будет ждать, когда отец ему скажет и пошлет его, подобно как в данном случае Абрам сделал. То были случаи, когда каждый сам себе брал какую жену, кто хотел, а были случаи, когда люди с родителями советовались. Поэтому скажу, чем отличается сегодня время от того. Хотя нас отделяют от Абрама, как вы думаете, сколько лет? Абрам жил в 1900 примерно году. В 1900 году до нашей эры, плюс 2000 нашей эры. Значит, около 4000, как вы и говорите. Но я вам скажу, что слушать родителей и советоваться с родителями о муже и жене в будущем всегда благословенно. Всегда. Некоторые люди меня спрашивают со стороны, а если у меня родители неверующие? Я говорю, они родители, они тебя любят? Да. Поэтому посоветоваться с ними не будет лишним. Понятно, что их мнение незаконно. Но посоветоваться даже с неверующими родителями... Говорят, а если родители неверующие против верующего мальчика? Если они против вообще веры, это одно. Но если они тебе говорят, вот верующий твой мальчик, неряшлив, некультурен, грубый, нежадный, не уважает тебя и нас, но он верующий. То я бы обратил внимание на совет родителей. Потому что, хотя этот мальчик и верующий, но скорее всего что-то у него не в порядке с характером. А если они говорят, что да, он увежливый, ухаживает от неверующих родителей, он добрый, он щедрый, но он сектант. Вот тогда можно подумать, сказать родителям, ну мне же жить с ним, он добрый. То есть зачастую, вот 90% когда консультировал и общался я с молодыми семьями, консультировал пары перед венчанием. Даже неверующие родители желают своим детям добра и дают здравые советы. Поэтому всем, которые хотят с кем-то дружить, спросите у своих родителей, что бы вы мне посоветовали, кого бы вы мне посоветовали. В общем, дальнейшая история вам известна, правда? Она очень длинная, я хочу только вам опыт рассказать Елиезера. Значит, Елиезеру он клянется, и он говорит, ну хорошо, я схожу. А Абрам говорит, Бог пошлет ангела в седьмом тексте, и он приготовит путь, и ты возьмешь жену, моему сыну, жену возьмешь. Он как бы уверенно, а потом говорит, но если не захочет та женщина, он как бы уже уверен, что там есть жена. Но вдруг эта женщина не захочет, свобода выбора, понимаете? Любовь строится на свободе. Абрам уверен, что Божье провидение, что Бог ведет. Помните, он слышал когда-то, что родилась Ревека, помните? И он примерно же считает, сколько лет, ага, вот примерно в это время. А ей в это время лет 25. Если считать, что когда ему сказали, что родилась Ревека, и вот до сейчас времени, ну до 30, от 20 до 30 лет может быть Ревеке. Исследователи говорят, с разницей в 10 лет, что ей Ревеке от 20 до 30 лет. А и Исааку 40. То есть более-менее нормальная разница. И он говорит, иди, у нее свобода выбора есть. И в общем он пошел, взял господина верблюдов, богатство набрал, пошел. Пришел и говорит, господи божий, господина моего Абрама, вы замечаете, как молится Интересный Елизавет? Не мой бог. Потому что он думал, что это бог Абрама, уважаемого человека. А как вы думаете, был ли бог его тоже богом? Конечно. Но бог смотрит и думает, ну ты молодец, ты меня уважаешь. Уважает господина. Я тебе и отвечу. И он говорит, слушай, пошли мне ее навстречу. Сотвори милость с господином. Я тут человек посторонний. Я пришел спросить. Я сделаю все, что господин. Ну господин же мой просил тебя. Я вот буду стоять, пусть девушка придет, и если она захочет напоить верблюдом. А у него 10 верблюдов, вы слышали? Я вам не читал, но он взял с собой написано 10 верблюдов. А сколько верблюд пьет? Теперь верблюд пьет от ведра, ведро это минимум, до 10 ведер после пустыни. До 10 ведер. Он может медленно, но выпить до 10 ведер. Потому что когда верблюд пьет, вот эти горбы, это жировой запас, но это и запас воды. То есть он пьет долго, чтобы после пустыни он восполняет водный баланс. Поэтому он как присосался. И вот представьте, это девушка. Давайте представим, что не 100 литров, а половину верблюд выпьет. 5. 10 верблюдов по 50, они выпьют 500 литров. Правильно? Теперь представьте, девушке надо начерпать. А он говорит, а я у нее попрошу воды и все. Если она скажет, да я тебе и верблюдам твоим, а там стадо верблюдам. Это представьте, на какую жертву она должна согласиться. Она будет в мыле. Сколько она этим кувшинчиком? Ну пусть кувшинчик от 10 литров до 20. Сильная девушка, мне кажется, в то время могла и 20 литровый кувшинчик. Но если это изящная девушка, допустим, 10 литров у нее кувшинчик. А если 20, это уже 10. Вы думаете 10? Ну тогда были сильные девушки. Да, тогда были сильные. Но давайте так скажем. Если 10, то ей надо 50 раз сбегать в колодец. Если 20 литров, то ей надо 25 раз сбегать с 20 литровой канистрой. Вы представляете, на что она себя обрекает? По ступенькам, конечно. Ну бегает, там же может быть, по-русски они били. Хорошо. Но она, смотрите его условия, она не даст кувшин и мне. То есть другая бы девушка сказала, хорошо хозяин, ну господин, я тебе дам кувшин. Напои своих верблюдов. Вот иди там кинь, веревку тебе, все там. А он поставил условие, что она сама это сделает. И вот теперь смотрите, еще не перестал он говорить. И вышла Ревека, которая родилась в папу Илла, сына Милки, жены Накора, брата Абрамова, и кувшин ее на плече ее. То есть еще и на плече он будет поддавливать ее. Девица была прекрасная. Видом дева, которая не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. То есть она не заговорила с ним, это правильно. Она не имела права, заметьте, какая культура. Она с мужчинами не заговаривает. Заметьте, насколько скромная девушка. Девица. Вы знаете, я сегодня хотел одну посетить, нашу сестричку. И очень долго к ней добирался. Я не думал, что она так далеко живет. И в таких трущобах, пока я ее нашел. А подъезд закрыт на замок. То есть, ну вот некоторые ставят коды, а некоторые ставят замок. И вот я сижу возле этого замка и думаю, что мне делать. Молюсь, общаюсь, говорю, господи, пошли мне к какому-то человеку. Пока я сидел минут 10, минут 15, а время идет в закат. Я сижу уже полчаса, я уже 40 минут сижу. Но мне же надо успеть сюда. Я начинаю нервничать. Я говорю, господи, ну что я, что-то я здесь прачу время. Предходят три девушки. Девушки лет 15-17. С матюками приходят, что-то за парней, говорят. Я говорю, девушки, давайте не будьте выругаться. Одна говорит, извините. Не та, которая матюкалась. В общем, они сели, тут лавочка свободная, я их не смутил. Сели, начали говорить. Смотрю, матюки прорываются. Я говорю, девушки дорогие, не ругайтесь. Опять та, которая матюкалась, не извинилась. Извинилась другая. И в общем, они сидят, общаются, они не хотят никуда идти. А я вот это слушаю, и они громко разговаривают, обсуждают парней, чем они будут заниматься вечером, утром. Такие вульгарные, современные девушки. Общаются на все темы. Я стоял, я жду, когда подъезд откроется. Понимаете, я как привязан. Понимаете, я столько часов потратил на эту сестричку, и я как и могу уехать. И я вот молюсь, молюсь, и говорю, господи, мне бы уже уйти. Ну, думаю, я же добиться должен. И тут у меня такая мысль. Я с тобою взял два приглашения в антикафе для молодежной встречи. И такая мысль. Вот если я их приглашу, откроется дверь. И думаю, я этих девушек поправлял, а как я могу их пригласить? Как они ко мне отнесутся? Я их не приглашаю 5 минут 10. Они не открываются, как раз лом. Вы представляете, чтобы час, дверь не открывалась, никому не зайти, не выйти. А время уже, вот, ну, 4-5, начало 6-го. И тут я набираюсь смелости. Я говорю, девушка, я вот хочу вас пригласить в очень интересное заведение. Там будет хороший фильм. Можете прийти со своими ребятами. Не мальчиков их раз ждут. Вам будет интересно. И это серьезная такая встреча. Можете без денег прийти? Потому что смотрю, что у них денег нет. Они думали, у кого бы стрельнуть сигаретку. Ну, видят, что я серьезный человек, у меня они просили. Представьте себе, как только я их пригласил, я послышал шум с той стороны дверей. И выходит женщина с коляской. Надо было еще ей помочь. Я помог ей выйти. Она мне поблагодарила, я зашел. Когда я уже выходила к нашей сестричке, этих девушек уже не было. И я вот что понял для себя. Что, Бог меня использовал, дал мне эту встречу с молодежью. Но сегодня молодежь другая. Вот что я хотел сказать. Сегодня молодежь, которая не обращает внимания лицо. Не на то, что ты мужчина, что ты с едой, что ты старец. Они тебе не встанут. Ну, разные есть. Хотя есть разные. Но эта девушка воспитанная, Ревека, она не привыкла сама с первой заговорить. Она пошла. И тут этот человек, смотрите, что он делает. И побежал раб навстречу ей. Сказал, дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Она сказала, пей, господин мой. И в тот час спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. Заговорила он все-таки. Да, она, ну, когда он попросил, она заговорила, поставила кувшин на руку свою и напоила его. Вы замечаете ее позу? Она не дала ему кувшин. Вообще, кувшин тогда была ценность, но окей. Она не дала. Она ему держит этот кувшиняк. А он теперь пьет. Девушка напрягается. Вы представляете, девушки держать. Но она напоила. И когда напоила его, сказала, я стану черпать. И для верблюдов твоих пока не напьются. Вы замечаете, она говорит, пока не напьются. Видать, пока он пил, она увидела, какой он усталый. И она пожалела его. А потом посмотрела эти верблюдов. И поняла, что это верблюдов. И поняла, что это мужчина, уже дедушка, если он так жаждет и пьет, как верблюд, то что с этими верблюдами, которые несли этих всех. И тот час вылила из кувшина воду свою в пойло, побежала опять, видать, там было пойло, колодезу, подчеркнуть воды. И начерпала для всех верблюдов его. Мужчина тот смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая разуметь, благословил ли Господь, будь его или нет. А он только что Богу сказал, а Бог тут же ответил. А он тут уже не верит. Замечаете, как с нами бывает? Тут помолились, тут тебе ответ. А мы уже не верим. Когда верблюды перестали пить, то есть, а она, эта же девушка, что делает? Носит и смотрит, пьют. Она опять носит, смотрит, пьют. Носит, пьют. И она тягает, тягает, носит, носит. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу. У меня вопрос, чего она не вышла? Что лапу, как она пьет. Она ждала, пока она пьется, она уже устала, друзья. Она их напоила, но ей надо постоять. Заметьте, она культурная девушка. Отдохну. Она решила отдохнуть, да. И он взял, тут что написано, он взял золотую серьгу весом полсекля и два запястья на руки ее весом в 10 секлей золота. И сказал, чья ты, дочь, скажи мне, есть ли в доме отца твоего место наночивать? Она сказала, я дочь вафуила. И так далее. И сказала ему, у нас много соломы и кормы, есть место наночник. Для ночлега и преклонился человек тот, и поклонился. И сказал, благословен, и так далее, и так далее. Девица побежала, рассказала в доме. У Ревекки был брат, и он влюбил, и начинает дальше приглашать. Она не приглашает. Замечайте ее культуру. Она говорит, я не могу решать, образно говоря. Но, заметьте, как ее доброта была вознаграждена. Как ее простая, ну как сказать, такая житейская забота была оплачена старицей. Но я даже скажу, не столько в золоте дело. Мы часто думаем, что золото это имеет смысл. Оно купило лавана. Золото купило всех ее родственников. Но не ее. Потому что за этим золотом стоял опыт. Помните, когда этот человек потом приходит, заходит в дом, и ему говорят, кто ты, он рассказывает, я ваш родственник. Зачем ты пришел? А, говорят, давай покушаем. Он говорит, не буду кушать, помните? Не буду кушать, пока вам не расскажу дело. Рассказывает. Меня Абрам послал. Послал найти девушку. Я встал у колодеза, помолился. Вышла Ревека и рассказал им этот опыт. Смотрите, что они ему говорят. Еще не перестала говорить в уме моем. Вот вышла Ревека, свой пятый текст, и кувшин на плече ее. Она сошла к источнику, почерпнула воды и сказал, напои меня. Она тотчас спустила себя кувшин и сказала, пей. И верблюдов твоих я напою. И я пил, и верблюдов она напоила. И спросил я, и сказал, шляп, ты дочь. Она сказала, дочь Вафуила сына Нахорова, которого родила ему Милкой. Я ему дал, и дал ей серьги ей, и запястья на руку. И преклонился ей, и поклонился Господу, и благословил Господа Бога, господина моего Абрама, который привел прямым путем, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. Он рассказывал, что у Абрама родился сын, и вот он послал меня за этой дочерью, и я вот за ней пришел. Вы представляете, какая революция в семье Нахора? Жил себе Нахор, ничем не думал. Дочка растет, еще рановато замуж, может не рановато, растет лаван, и тут она приходит, приводит гостя. Гость, не здрасте, не до свидания. Рассказывает историю, я молился, и мне нужно забрать вашу дочь теперь к себе. Вы представляете? Дальше он говорит, и ныне скажите мне, 49 текст, намерены ли вы оказать милость и правду Господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево? То есть он говорит, я буду знать, мне оставаться, не оставаться, что мне делать? И отвечали лаван и вафуил, и сказали, от Господа пришло это дело, мы не можем сказать тебе, вопреки ни худого, ни доброго, вот три века перед тобой, возьми ее и пойди, пусть будет она женой у Господина твоего, как сказал Господь. Я вам скажу, это хитрый ответ. 51 ответ, 51 текст, это хитрый ответ. Они, конечно, сломлены потоком аргументов от Бога, но они в этого Бога, я вам скажу, сильно то и не верят. Они знают, что этот Бог существует, что Авраам в него верят, но я вам скажу, что у них есть много других Богов, это же и новопоклонники уже, вафуил и лаван. Вы помните, потом лаван, когда его дочь, две дочери, Лия и Рахиль, будут уходить, они заберут башков, то есть в этом доме далопоклонство. То когда они говорят, от Господа, не можем сказать тебе ничего не худого, ну вот Ребека, смотрят на Ребеку, даже не спрашивая. Хорошо, бери. Смотрите, что их ответ сделал с рабом, с Елизером. Когда раб Авраам услышал слова, и кто поклонился Господу на земле, вынул с раб золотые и серебряные вещи, одежды дал Ребеке. Брату Матрию дал богатые подарки. Ели пили, они и люди бывшие с ним и переночевали. Представляете, они же увидели золото, увидели серебро? Он их купил. Он их купил. Я не думаю, сейчас скажу нет, все уплывет. Ладно, так. Он расщедрился, все раздал. Но если только ей он дал 110 грамм эти два золота золотые, и 5 грамм кольцо, серган, и 110 грамм эти запястья, золота. Да, ну вы представьте себе, золотые запястья, это как такие браслеты. Все они раньше носили, раньше все хранили вот в украшениях богатства. То есть это было большое богатство. Они очень похожи к этим, индуистам. Теперь смотрите, что происходит утром. Утром, когда, то есть вечер и ночь прошли хорошо. Когда же встали поутру, он сказал, отпустите меня к господину. Он вообще ведет себя не по-восточному. По-восточному побыл, отдохнул недельку. А он ночь отдохнул, утром уже собирается. Я вам скажу, это свойственно, нет, 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 не передумает. Он очень преданный раг. Это свойственно, да, преданному рагу. Раз. Я думаю, что он боится, что я передумаю. Он боится, что я передумаю. Вот второе, третье. Вот заметьте, есть люди, которым интересно путешествовать. Они бы весь мир обходили. Крусть железа пока гонит. Их глаза на краю земли. А этот раб нет. Он не хочет здесь ни гулять, ни путешествовать. Они могли сказать, давай мы посмотрим нашу страну. Представьте, он с Палестины вышел в Харан. Харан это другая уже местность. Мог бы погулять, отдохнуть. Вот есть люди, которые мудрые, насыщенные жизнью. Мне кажется, Елизер, он пришел за определенной целью. Он сказал, не сяду есть, пока цель вам не скажу. Сел, рассказал, помолился, рассказал опыт. Он преклонился. Вот тогда молитва, это преклонение перед Богом. Рассказал, сказали, да. Все, если да, значит да. Он такой человек конкретный и прямой. Да, да, все. Мне он очень нравится. Он меня многому научил. Вот Елизер многим жизням хорошим вещам меня научил. И в общем... Елизер в переводе, там вот я какого-то права, это означает учащий Бог, по-моему. Да. Вот что-то типа смысле там. И вот смотрите, что дальше утром происходит. Но брат, ее и мать сказали, пусть побудет с нами девица дней, хотя десять. Потом пойдешь. Он сказал, заметьте, просят десять дней. Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду, Господин. Они сказали, призовем девицу и спросим, что она скажет. 58-й призвали Ревеку и сказали, пойдешь ли с этим человеком. Вот заметьте, вначале сказали, бери Ревеку и иди. А теперь что говорят? Ты поешь? Вот представьте, это еще не евреи. Авраам это будет евреем. А это помесь с язычниками. Но я вам скажу, это эгоистичное сплетение. Они уже у него все взяли почти. Ну, понятно, что еще верблюды остались, еще можно у Авраама много что взять. Но, вот это неправильная, непоследовательность. Дорогие друзья, если мы вот пообещали даже злобу, вы помните такие слова? Мы должны исполнять. То есть вот, если мы уже договорились. Хорошо, теперь, а зачем было сразу договариваться? Почему они сразу ее не спросили? Вот мне кажется, что они должны были ее по-честному спросить сразу. Посадить ее за стол. А так они вначале по-восточному, так, за нее решили. А потом по-демократичному. Давайте ее спросим, а что она решит, да или нет. Денежки же взяли. Да. Вот смотрите, что она говорит. Она сказала, пойду. Вот эта реверка, она повторяет путь Авраама. Она идет, не зная куда, не зная к кому. Авраам вышел, не зная куда. Она, вы думаете, видела этот Ханан? Раньше люди так не ходили. Теперь он говорит, ты пойдешь замуж. А она что, знает этого молодого человека или не молодого? Она его не знает. И вот она, реверка, я вам хочу сказать. Она, как Авраам, выходит из того родства. Это чудо Божье. И отпустили реверку, сестру и гординницу. И раба Авраамова, и людей его, и благословили реверку. И сказали, сестра наша, в общем-то, родятся. И так далее, и так далее. И встала реверка, и служанка, и усили на верблюдов. И поехали за тем человеком. Он взял реверку и верблюдов на нее. И раб взял реверку и пошел. А Исаак пришел из Берлаха и Раи, ибо жил он в земле полуденной. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить. И возвел очи свои и увидел. Вот идут верблюды. Реверка взглянула и увидела Исаака. И спустилась с верблюдой и сказала рабу, «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал, «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал. И вел ее Исаак в шатер сары матери своей. И взял реверку, и она сделалась ему женою. И он возлюбил ее. И утешился Исаак в печали по матери своей. Заметьте, а сколько времени, помните, мы с вами говорили, прошло от смерти матери? Если сейчас ему 40, то мать умерла, когда ему было? 27. 37. А может 27? Ну, давайте вспомним, кто правее. Что в 13? Помните, мы говорили, что когда они пойдут в 22 главе, некоторые люди думают, что сразу после этого Сара вышла, пошла искать и умерла. Помните? Но здесь написано, когда лет Сариной было 127 лет, а Сара родила его в 90-х. Значит, 27 лет. Значит, 3 года назад. И заметьте, 3 года он горевал. 3 года он горевал. Помните? Это тоже, я вам скажу, серьезно, да? Как молодой человек печалился и утешился, когда нашел себе жену. Но я что еще хочу сказать. Некоторые люди, основываясь на этом тексте, говорят, не нужно венчание и Божьего благословения. Основываясь на этом тексте, как произошла свадьба Исаак. Друзья, разве мы не видим здесь венчание и благословение родителей, когда Авраам решает в самом начале. И посылает слугу и говорит, Бог, Ангела пошлет. Теперь выражения. 66 и 67 текст они означают один миг. Раб же сказал Исааку все, что сделал. Дальше. И ввел ее Исаак в шатер Сары матери своей. И взял Ребеку, и она сделалась ему женой. Это все восточные выражения. Рассказать надо было не только Исааку, но и кому? Аврааму. Перед тем, как везти в шатер Сары. Кому принадлежит шатер Сары? Аврааму. Теперь смотрите. Когда, естественно, пришла эта женщина, Авраам может сказать, подожди, сделай себе шатер для Ребекки. А я возьму себе другую женщину. Например, в следующей главе написано, Авраам взял еще жену. Понимаете? Тут шатер Сары мог отдать только Авраам. Значит, есть здесь история об Аврааме. Теперь. И ввел ее в шатер Сары. Дальше. И взял Ребеку. Значит, в еврейском тексте нет точек. Нет запятых. Ввести. Понятно, ей надо было где-то ночевать. А когда он ее возьмет себе в жену? Мы не знаем. А некоторые люди говорят, да, сразу. Сразу это вы бы взяли. Потому что у вас сегодня такая есть традиция гражданского Авраама. А у Авраама, Исаака, такой традиции не было. Поэтому он возьмет, когда ему дадут. Он возьмет, когда ему дадут. А даст ему отец. Поэтому, друзья, благословение отца было. Молитва отца была. Молитва раба была. Поэтому неправильно сказать, что это было согласно тех традиций духовных людей. Если люди сегодня, отвергающие венчание, говорят, а зачем нам церковь? Хорошо, посмотрите, если вы думаете, что Исаак нарушил традицию венчания, вы посмотрите, он ждет благословения отца. Он видит опыт отца, он уважает веру и опыт, который сопровождает раба. Мне бы кто-то привел девушку и сказал, а вы молились, и у нас был такой опыт. Я бы сказал, вы молились, но это же не я. А он уважает веру, ему же рассказали все эти опыты. Теперь Исаак должен принять эту девушку. А девушку он не видит. Вот в чем вопрос. Она правильно сделала. Смотрите, она красивая девушка, но она не хочет, чтобы он пошел за лицом. Друзья, это урон для молодых людей, которые сегодня выставляют себя на показ, которые ценят только внешне. Люди, которые украшают себя. Постоянно в инстаграме. Вот молодежь сегодня, посмотрите, я такой, я такая. Они такая, и фигура у меня такая, а я такой, я такой. Что ты хочешь показать? Ты хочешь свое тело подарить? Через 20 лет от этого тела, и через 30, ничего не останется. Если ты привяжешь к телу, потом этот молодой человек или молодая девушка будет искать тело. А если ты хочешь увидеть волю Божию, вот ты должен эту волю Божию искать. Заметьте, Исаак искал волю Божию и нашел. Он увидел волю Божию в этом. А девушка молодец, она взяла и закрыла свое лицо. И мне это нравится. Принцип счастливой семьи. Бог должен подарить нам опыт. Бог должен привести к нам человека. Бог должен благословить нашу дружбу. И показать нам, что я благословляю, я привожу вас один к другому. Вот это секрет счастливой жизни. В следующий раз, когда мы с вами будем говорить, потому что следующая глава об Аврааме, Семья Абрама, продолжение Семьи Исаака, я расскажу несколько принципов счастливой семьи дальше. То есть, счастливая семья должна первая быть создана Богом. Но этого недостаточно. Счастливая семья имеет законы счастливой жизни. Вот об этих законах я буду говорить в следующую пятницу. Приглашаю вас, чтобы вы откликнулись и мы с вами вместе поисследовали. Ну а на сегодня я хочу сказать, что так как Бог задумал брак, и в браке олицетворяет Бог своего Сына и свою невесту Сына, Христа и Церковь. Поэтому каждый брак задуман Богом, как маленькое чудо спасения. Чудо, в котором олицетворяет Бог свою любовь и свою жертвенность. Поэтому нам очень важно впускать в нашу дружбу выбор спутника жизни, в любовь, в романтику нашу, обязательно опыты с Богом. Потому что если нет, Сатана воспользуется нашими чувствами, нашей романтикой своей в неправильном свете. И тут же даст нам человека, Сатана тут же даст, чтобы потом всю судьбу искалечить нашу. Понятно, что это не навсегда. Может быть спасемся. Но представьте, искалечная судьба или судьба счастливая, которую тебе дарит Бог. Поэтому хочу сказать, читайте чаще 24 главу книги «Бытие». И смотрите, какую удивительную похорность в Божьей воле проявили два молодых человека. Первый покорился воле Отца и Бога, это мужчина. Вторая покорилась воле Бога. И воле родителям, даже мужа своего, она увидела в этом воле Божьей, она видела, какое ей дало поклонство в ее семье, но раз ее как бы благословили и отпустили, она согласилась. И когда ее спросили, ты поймешь? Пойду. Поэтому пусть Бог благословит и нас, и наших детей, и нас, как родителей, быть мудрыми, если нас спросят, выберите, папа, выбери, мама, выбери мне мужа или жену. Вы представляете, какая ответственность? Вы бы взялись? А я вам хочу сказать, это говорит о том, какая ответственность на нас и на детях. Если они хотят сделать свой мудрый выбор, и будут с нами советоваться, сколько времени надо провести в молитвах. Но лучше дольше помолиться, лучше с Богом приобрести опыт, чем потом жизнь ребенка будет испорчена. Аминь. 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 Аминь.